Слушай, тут пересматривал недавно наш выпуск про Хэллоуин, читал комментарии. Угадай, какая шутка больше создателям нравится. По Кочергина, конечно. Вообще! Не смей умернуть, б***ь! Не, ну что, пародина Кочергина это самая особая вне конкуренции. А на втором месте прикол по поводу совета, как раскручивать таз. Жене нужно раскручивать таз. Я, кстати, удивился. Ну, казалось бы, там, грубо, в лоб так обыграли. Нравится. Странно. Я тоже думал, что нас ценят за тонкий и изящный юмор. Так, ладно, что, давай, хорош трепаться здесь, давай. У нас сегодня функциональный тренинг. Готовь мешок песков. Тренер, я готов! Привет, друзья! Что сразу пришлет, там, по-моему, сколько, там, много-много килограммов каких-то потащил. Говорю, нет, вы уж в плетку пришлите. Оказалось, что все-таки этот мешок приходит без песка. Но когда я выяснил, что он приходит без песка, тогда у нас стала другая проблема. А где я буду брать этот песок? Надо же какой-то строительный магазин. Тебе ненавидишь строительный магазин? Я знаю мужчин, мужиков таких, да, которых вот возбуждают, там, какие-то саморезы. Они заходят за просто этим универмагом, просто они там, ааа, метро, оа, я как раз за каким-то песком идти. Или на Финский залив ты меня сюда погонишь собирать песок. Но оказалось все просто. Андрей все знал. У него уже были тоже сэндэггимонка, причем у него с логотипом, с нанесением. Вы узнаете, может быть, можно нанести, я почему-то не спросил. В общем, Андрей сейчас объяснит, откуда брать песок, как их наполнять и как вообще с этими штуками работать. Да, вот и Женя, как бы у него там облегчил себе задачу, там, типа отправил ко мне. Но я-то, я-то проехал на почту за этим сандэггами, разбили мне зеркало, лобовое, боковое. Просто проехала женщина и задела мне зеркало. Крочешь, знаете, мы здесь доставим три мешочка, они тут рассчитаны где-то на четыреки. Не помню, на сколько они тебе рассчитали. Четыре. Вот это вообще шикарно. У меня, видимо, старые варианты, вот этого нет. Получается, вот у меня старый вариант, он просто вот, просто мешочек. Я его забил уже песком. А где ты брал песок? В магазин заехал, но купил просто песок, там, я не помню, для чего. Был просто песок. Купил там пять килограмм. Причем купил пять килограмм, взвесил, а там четыре пятьсот. То есть, смотрите, чем хорошо. Липучка, она здесь двойная идет, ты делаешь раз, два. О, здесь еще вообще двойная, двойная. Вообще шикарно. Все заполняет, получается, липучка, если раз сцепил, потом два, и по сути песок не высыпается. Даже если высыпается, ничего страшного не будет. А вот это очень хорошо, ты заполни 4 килограмма. Вот это специально для девочек, допустим. Или, может, какие-то упражнения там сделать. Мы не будем сейчас засыпать песком, мы просто возьму, Женя, переложу отсюда. Вот, раз мешок, перекладываю, и два, по восемь килограмм будет, наверное. То есть, всего шестнадцать сейчас здесь будет, вот, мешки? Да, видишь, у меня, видишь, здесь, здесь чуть-чуть другая, здесь двойная липучка. Короче, поеду, я собрался, сесть, тогда хоть чуть-чуть, возьму с собой санбек, как раз с этими, накидаю песка туда. И еще нормально будет. А причем, ребята, я, как бы, когда Женя сказал про мокру, я им отправил, все оплатил. Они сделали много типа, и через 3-4-5 дней у него же все было на месте. Вообще шикарно работает. Все это Женя, красивый. Он же любит армейскую форму. Вообще. Что это, из класса? Это, получается, один из четырех с ручками специально, чтобы можно было работать. Если в каждой забьешь по 4 килограмма, вот, получается, шестнадцатом. Ты же такие практикуешь, да, штуки? Слушайте, да, я вообще, мне нравится. И вообще, я люблю гири, мне нравится. Штанги с грифом работать, там, опять, такие определенные специфические упражнения под борюбом. То есть, я жил, приседания вообще не делал. Кстати, друзья, я недавно узнал, что один из наших героев, причем тот, на которого я бы никогда об этом не подумал, любит лифтерские упражнения старш-санги, но в другом режиме, в многоповторном. Жим, приседания, станного тяга. Угадайте, кто это был. Напишите в комментариях вашей версии, потом мы как-нибудь раскроем эту тему. Чем хорошо самбек? Многообразие упражнений. Просто там можно просто придумать, придумать и придумать. Можно высмотреть в интернете кучу упражнений. Я, как правило, беру и начинаю какое-то там так, сделаю вот это, вот это упражнение, и понеслось мне целый комплекс упражнений. То есть, там можно... Плюс, из-за того, что центра чажести тут нету стабильного получается, получается, когда делаешь упражнение, постоянно меняется положение, где-то раскачиваешь. Получается, очень хорошо работают мышцы стабилизаторы вот эти, которые когда надо держать, то гнаешься. Можно делать сразу на упражнение. Но, перед чем начать это упражнение, надо размяться. Мы это смежение уже размялись. Сейчас сделаем просто упражнение. Ничего сложного. У тебя колено нормально? На коленях можешь ходить? Ну, так просто встать, так на коленях можешь, встать, могу, и идти. Да. Вот и часто бывает, опять же, это упражнение, да и часто бывает, там, на борьбе ходишь, берешь, закидываешь себе мешок и идешь на край зала. Там можно по-разному держать. И идешь на край зала. А, ты специально делал штаны? Не знал, что будем ходить на колени? Нет, я просто делал штаны. Они не стираются? Не должны стираться. По какой колени стираться? Они отрутся. Ну так, возьми плотник себе. Так, возьми за ручки, вот эти ручки, специально, хорошие ручки. Вот, 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 ручка, вот, ручка, вот. Ну вот, ручка, вот. Чтоб мы идем, мы идем, как бы, зависит уже от веса, да. Я иду, у меня само прорабатывается спина. Делаю, скручиваю, 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 скручиваю на шаг. Мы только таким управляем, что просто чуть разомнемся. Следующее, то же самое. Взяли, не движим, хватаем. Ты колодки не можешь дать. Берем. Все точно, а мы идем, корпус куча. Другая нагрузка идет на мышцы. Мы прожимаем руки к сторонам. Руками к себе. Женя там уже все, потерялся. А, быстро, да, это на скорость? Ну, можно на скорость, нет, ну, можно, конечно, поспать. Но хотя бы так начать ходить. Надо держать темп. Не, мне кроме, кроме этих, где-то ощущений. Колени? Колени, да, но таких сложностей это не доставляет. Нужны и больше. Ладно, тогда дальше не иди так. Давай, следующий. Все тоже так же, дети, берем. Берем. Закидываем сюда. Все тоже так же, тем скручиваемся. Корпус размяли. Поднимаемся. Дальше, Женя, корпус просто взяли, скручиваемся. Десять раз, в одну сторону. Раз, два, три. Дальше, на плечи дотяну. Тоже так же. Десять. Взяли так. Тоже так. На плечи. Наклоняем корпус правого леного десять раз. Женя, не даст раскачивать, а наклонять корпус. Стоит качает бедрами. Выпромили руки. Тоже так же потихонечку наклоняем. Все тоже так же, на самом деле, мы можем те же самые сделать с упражнением сидя. То есть, тоже так же, мы можем взять, да, работать здесь, на косые мышцы. Таким хватом. Так, можем взять здесь, то же самое, косые все. Тоже так же, таким хватом. Просто, когда я так держу, у меня по-разному работают руки. Хват же разный. Ну, видите, самое такое классическое упражнение. А, ну, не классическое, это не самое классическое. Самое такое для борьбы. Вокруг овал куся. Так, за эти ручки держу. Я вот, держу вот эти руки. Вот, это работает. Ага. Чем удобнее. Поехали. Пятер возлю, пятер раз в другую. Вот, это то же самое, идем пять раз, вот на ногах идем двигаться. И потом пять в другую сторону. Отдыхаем, и такие еще два подхода. Каждый, что дают шашки, вот эти. Шашки просто учишься ходить. Шашки дают, это координация, опять баланс. Основку ног. Другую набруску. Он скоординирует шаг к круговым движениям. Поехали, все в тот же самый комплекс. Что хорошо, допустим, да, в моем случае хват, да, вот. Такой, это хват, когда в армистском движении использую их, когда закимано. Здесь как бы отрабатывает всякая цепкость. Здесь все работает. Ну, все, держим в тренировке. А то сейчас если показывать, будешь, ну, надо попробовать все на себе. Раз. Ну, на жесткий пол встанем. Поехали делать. Три комплекса. Дальше. 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 Ну, смотрите, у нас ручек много, да, и мы сделаем вот эти ручки. Я делаю бобби, как ты любишь. Дальше. И поедем. И, по верху комнату. Просто. И, по верху комнату. 10 раз. Держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо бросай. Бросай. Войдёте. Дальше надо разворачивать, конечно, лодки. Ключик развернулись. Ключик развернулись. Ключик развернулись. Позже берёшь его. Позже, да? Взял, подбросил. Ага, я делал как тягу с вами, подбород. Ну, это шея, пора и всё. Всё, доходим ещё десять раз. Три флукатика по десять. Гонимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и Костя начну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай, возьмём сейчас приседания. И три варианта приседания сделаем. С мешком. Самый мешок. Мешок с песком. Мешок с мешком работает. Я тоже сам с мешком. Дело вначале. Просто приседание десять раз. Открываем его классическим вариантов. Просто десять раз. Дай, давай даже посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь сразу приседаем. Потом десять раз приседаем. Берём его за ручки, закинуем себе. Прокинули. Присели. Закинули. Присели. П bi. Делаем приседы. Присели. Таким образом бросили. Опять подкинули. Поймали. Присели. Бросили. Берем. И слегка накинули. И присел. Опять сбросил. Только ты приседаешь вот так. Не наклоняйся. Приседай ногами. Как с самого вырвания. А то получается ты вот так ломаешь. Теперь ты уже дальше. Ты сел, да? Подборсил. Поймал. Присел. Бросил. Опять взял. Подборсил. Поймал. Присел. Бросил. Все, что с душа мы делаем, только делаем по 7 раз. Каждое поражение. У нас ноги прорабатываются. Руки прорабатываются. Прис работает. Потому что здесь все равно мы держим. Прис напрягается в наклоне. Вырвание. А ты как знаешь, я начну. Ну да, пробовь. Если ты меня смотивировал, тоже начнется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, душа по 4 делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное, что можно брать ее. Если знаешь, куда едешь, да, где песок? На пляж там. Чтобы не тащить везде этой Сибадулина. Все, я кладу их сложил, чтобы мой меньший не занимал. Кинул там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так а только песок, может быть, на палатину? Если камни не делалось? Нет, если хочешь, чтобы пожестче, можно камни в щебелку. Чтобы его щепо надевать там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий поражение перекладывания мешка с плеча на плечо. Мы делаем это таким образом. Будем сами здесь делать. Берем мешок. Положили его себе на плечо. Дальше у нас опять будет ручки и ножки работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перекладываем 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Будем все то же самое делаем с использованием ног. Присели, подняли. Чтобы было весело. И будем все то же самое делаем. Делаем раз в ножку. И теперь перебрасываем за счет прыжка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вперед пособрались? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ноги умнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Батяне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну пожалуйста, как я впереди. На антамблоком ключи нажали. Махрен. Чтобы толкался. там три самых главных упражнений с анблэком и вот помню вот это есть и вот раскачиваешь сейчас получается боковыми что работает плюс стойка баланса 10 раз обрабатываю все работает ни нога крепни, ни нога приди, ни нога приди отсюда ты на руки приди вытолкнул, прыжком к нему вытолкни, толкни, вперед вытолкни вперед и к себе а не за счет этих круглого движения 6 раз и четыре и штамп четыре вот тебе по ширину менять, Жень может положить туда еще мешочек зачем? он просто, видишь, они тут по величине ты берешь себе сам бэк смотря на какой цели есть большие мешки для определенных упражнений поменьше для более таких динамичных, может быть не динамичных по количеству больше ты же не можешь все упражнения делать с большим весом вон у меня лежит здоровый там 30-40 кг, не помню вот сюда вот скинуть в тот же самый мешочек и все это просто тебе удобно он тебе вообще вот здесь стал поперек а для каких упражнений не большой лучше ну, допустим, приседания для спины для тяги ты же можешь так же делать станы с этой упражнением с этим мешком я если заказал поменьше потому что я знал, что не буду я буду больше таких делать упражнений а если здесь трясожен, то вообще будет он очень плотный для ноги еще чуть-чуть забьем ноги до конца берем вот так вот вот так вот держим берем за ручки и приседаем 10 раз не, не, разверну пяточку с этой ноги, да потом меняешь ноги почти что-то как стойка ставка в позиции отдыхаем потом еще и так 3 раза по 10 еще и так уже десяточку не делай что заешь, да? мистер, мистер, все ли, да? представившись, можно работать прорабатывать все ноги, жим даже жим можно делать в основном может быть упражнение сил в принципе с жимками лучше такие делать упражнений с поднятием прорабатываешь вверх еще и пояс также можно замык закинуть себе на спину с ним отжиматься следующее упражнение чтобы было нам вообще весело нам же грустно ноги густят и положили себе здесь ну давай спину не поможешь давай вот так положим спина ноги широко поставили и переходим на одну ногу сели на другую сели десять раз и выпрямился выпрямился вниз как будто там штанг категором 200 вдохнули еще три по десять вдохнули еще три по десять кстати лучше ну так ну я говорю здесь вот вот разница был телезрителем понятно размеры в зависимости от цели раз здоровый и этот поменьше и средний все вы убираете себе как вы хотите хоть если взял себе по шуме чтобы делать самое не упражнение и маленький чтобы этот динамик сделать чтобы неудобнее на плечах лежать удобнее перекладывать там 16-20 кг когда можно загрузить здесь уже внутренний уже свистал по-другому работает и давай теперь сделаем такое перекладывание значит упор лежа и просто беру вот эту заряпку перетащил 10 раз 10 раз а под руками вот возьмется за ручку и тащи вот у меня был вариант сложнее у меня был вариант сложнее нет ты же сюда идешь надо будет сложнее путем здесь мы можем опять доделать сейчас 3 подхода по 10 чтобы прощение движения мышцы включились перетягивания опять какая-то борцовская СФП упражнение да все пошло СФП здесь важно что здесь там скоростная работа или там тащить ужас нет я думаю здесь просто тянущая работа ты тянешь а надо там пытаться далеко туда закинуть амплитудно или там чуть-чуть вытащил за руку и все нет нет ты можешь закинуть туда на 2 метра мы сейчас просто видишь что легкий вес поэтому работать если мы сейчас перекручиваем давай сейчас закинуть тебе еще один мешочек чтобы ты просто так чувствовал чтобы ты просто не задавал больше вопросов на тебе еще одну сосиску чтобы не задавал никаких вопросов сколько еще один такой брусок прибавил я думаю здесь килограмм 20 всего 20 да ну все 20 легкотня все здесь подделали все нормально получилось все это же самое делаем с темблокса ага вот я ждал что подвоз должен тоже оттуда по регистрации все и все и и все Можете полечь, познакомиться с корпусом вперед. Good morning, это мое любимое упражнение было. Кого? Good morning? Good morning. Доброе утро. Доброе утро? Да. Good morning Gi, либо good morning по-английски. Доброе утро, дядя Арни. Я, конечно, не так это сильно надеюсь. А сколько ты не сказал делать? Десять. Дохнул, еще десять. Ты смотришь, не снимай, да? Чем хорошо? Встаешь, положил на плечи в силу. И добро утро, батюшка. Да скажи, что важно в этом упражнении. А что важно в этом упражнении? Важно в этом упражнении правильно дышать. И коленки согнуть не дышать. Чуть-чуть. Коленки согнуть, спина прогнуться в спине. Взгляд вверх. Взгляд вверх. Наполняемся, взять на конец. Так, спина ровная. Снуть вверх. Если мы только начинаем делать упражнения, не надо брать никогда тяжелый вес. Самое главное, чтобы правильно мышцы опять включились, понять механизм движения, упражнения. То есть лучше взять легкий вес и поддерживать легкий вес, и понаклоняться. И посмотрите, как ощущает себя тело. Очень важно здесь прогиб спине. То есть мы сразу зафиксировали здесь прогиб. И смынем вверх. Вверх для того, чтобы просто фиксировать. Если мы будем не смотреть, то спина будет проламываться, плечи водить. Мы здесь сверли лопатку. И смынем. Колени надсмотрные здесь с нами. Сегодня у нас чуть нестабилен. Прохраняемся. Сделали, прокачались. Да. В следующий раз можно сделать уже чисто комплекс какой-то. В принципе здесь надо заниматься. Просто вместе с соревнованиями я сейчас не собираюсь упахиваться. Но я в принципе никогда не упахиваюсь. Я беру сам бэк и работаю максимум 30-40 минут сам максимум. Но беру комплекс, какое-то 5 упражнений. Делаю их там 3 круга. Ну вот из наших сегодняшних. Такой, как в комплексах можно объединить и делать, как мы сегодня? Да. Вот прям вот это все, что мы делим, можно сделать в вашем комплексе. Вот мы делаем специально по тройке, по 3 упражнения. То есть когда мы даже поднимали. Начало ты поменял. Потом поднял с приседанием. Потом приседался сразу ножкой. Но я сделал просто 10-7 там 4. А можно сделать 3 по 10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть в принципе ты можешь сделать из них уже выбрать и сделать сам комплекс. Но это такая отпускная мулька или можно регулярно тренироваться? Нет, регулярно. Это я стараюсь 2 раза в неделю работать. То есть с НБ я по ней любишь больше, чем железо явно? Нет, я просто периодически переключаюсь, потому что это самая другая нагрузка. Я только максимум гири. И гриф какие-то упражнения там опять на вынос. То есть какой-то длинный комплекс. Угу. Я не делаю ни жим, ни приседания, ни славя. Ну это видно. Дрищ. Мне на самом деле скучно прийти и лечь на лавку, жиманусь, посидеть, отдохнуть. Потом опять лёг на лавку, опять жиманул, посидел, отдохнул. Я вот беру и... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо. А в день тренировки поединоборству можно делать или лучше всего? Да. Бывает, когда я после тренировки просто подойду и сделаю один из комплексов. То есть на фоне усталости можно делать? Ну... Подохнул там 10-20 минут. Размялся, потянулся, подошёл, сделал. В принципе, если есть настроение как-то на загрузиться, берёшь отдельный. Берёшь и прямо хорошо работаешь. Приседаешь, обнимаешь его, выделил на себя время, на комплекс, и его и делаешь. И у тебя всё, 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 всё тело проработает. Крутая штука. Вы занимаетесь самбеками и будете как вот такие же сильные, как вот обезьяны. Стандартные вопросы, сколько раз это делать, как часто мы вроде ответили более или менее. А второй стандартный вопрос, где это купить, ссылка в описании. Надо заказать тоже самбеками и там написать Басынин. Просто мало ли ещё и вкус. Мало ли на пляже забыл и всё, Басынин. Пойду искать Басынин. Андрей Басынин, да, я тут ваш самбек нашёл. А какой у вас рост? Короче, занимайтесь общей физической подготовкой. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите Вконтакте. Мы с Женей ждём ваших вопросов. Ответьте на любые вопросы. Подписывайтесь на канал «Былботаники». Обращайтесь. Ответим всем.